Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня в выпуске. Переквалифицироваться в управдомы. Правительство Израиля заплатит гидам и экскурсоводам по 30 тысяч шекелей за смену профессии. Глубоко копнули. Иерусалимские полицейские нашли артефакты двухтысячелетней давности. Мало любить петь, надо еще и уметь это делать. Уроки вокала от Маши Кац. Правительство Израиля выделит финансовую помощь, пострадавшая от коронавируса индустрии туризма. Речь идет о полном пакете поддержки, который включает до 30 тысяч шекелей на обучение и стипендии для каждого работника, решившего перейти в другую профессию. Помимо этого, выделят 150 миллионов шекелей на помощь гостиницам и 60 миллионов шекелей туристическим агентам для сохранения кадров и покрытия расходов. А также государство оплатит проведение около 25 тысяч бесплатных для населения экскурсий и туров. За последние два года сократился объем въездного туризма. Если в 2019 году в Израиль прибыло примерно 4,5 миллиона человек, то в 2021 году всего около 370 тысяч туристов. Иерусалимские полицейские нашли артефакты 2000-летней давности во время обычного патрулирования. Они вскрыли автомобиль, показавшийся им подозрительным. В багажнике были обнаружены бронзовые кадила, использовавшиеся для ритуальных благовоний, римские глиняные чаши, бронзовый кувшин для вина и сотни старинных монет. В отношении владельца машины и еще двух человек возбуждено уголовное дело. Полиция полагает, что черные археологи нашли артефакты в горах Иудеи, где некогда располагалось одно из укрытий Бар-Кокхбы, возглавлявшего последнее восстание иудеев против Римской империи. В Киеве прошел четвертый украино-израильский инновационный саммит, посвященный 30-летию дипломатических отношений двух стран. Кроме технологий развития бизнеса, на мероприятии обсудили разработки в области медицины и реабилитации пациентов, обсудили развитие сотрудничества в IT-сфере, в области строительства и индустриальных парков. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы перенять опыт Израиля во многих сферах государственной деятельности. В Газе объявили о начале второго этапа работ по реконструкции сектора. В общей сложности речь идет о шести крупных инфраструктурных и строительных проектах, среди которых транспортные развязки на площадях с особенно напряженным движением и оборудование городской набережной. Все работы будут проводить палестинские компании, но с египетским финансированием. Напомню, что ранее стало известно о том, что Комиссия по национальным инфраструктурам утвердила план строительства вдоль прибрежной линии в Хайфе подземных туннелей, в которые будут опущены железнодорожные пути. Это позволит открыть жителям в верхних кварталах прямой доступ к морю, который в течение последних десятилетий был отрезан железной дорогой. Синагога в Бабьем Яру, названная местом для размышлений, получила премию Всемирного конкурса архитектурно-светового дизайна в Лос-Анджелесе в номинации «Освещение культурного наследия». Синагогу, которая механическим образом раскрывается в виде книги, открыли в мае этого года. Над ее освещением работали украинские механики, инженеры и художники. Напомню, что в Бабьем Яру от рук нацистов погибли около ста тысяч человек. Второе воскресенье декабря мир отметил Международный день хорового искусства. Голос – это музыкальный инструмент, который есть у каждого человека. Главное – уметь им пользоваться. Как этому научить, знает певица Маша Кац. В гостях у автора новой системы подготовки вокалистов побывала Лена Музык. Голос – это наше природное средство заявить о себе на весь мир. Люди поют, когда грустно и весело, в одиночестве и в компании. Пением покоряют сердца и зарабатывают деньги. Исполнять арии дано не каждому, но научиться петь хорошо в компании друзей или на сцене перед фанатами может любой. Известная российская певица и опытный педагог Маша Кац в онлайн-формате на своей платформе раскроет ваш природный вокальный дар и научит петь не только правильно, но и красиво. Занятия вокалом, как известно, раскрепощают и успокаивают. Евреи лучше всего на свете умеют учить и учиться. Поскольку я все время учусь, и так уж получилось, что мне есть что рассказать, я могу для себя определить, что да, это моя миссия. Я настолько люблю свою профессию, что если кто-то увлечется ей настолько же, как и я, я буду только счастлива и рада. Авторские видео уроки вокала подойдут для начинающих и для профессионалов, желающих улучшить свое мастерство. А онлайн-формат дает возможность пройти полный курс вокального мастерства от Маши Кац в любой точке мира. Я разделила этот курс на 15 уроков по 25 минут, где очень информативно. Я даже знаю, где в каком месте человек начинает ошибаться. Те, кто смотрели курс, они знают, и я говорю, куда начали делать, потому что я знаю, что начали. Все же ошибаются одинаково. Мы все ошибаемся плюс-минус одинаково. Так что это и 18-19-летние юные мои коллеги, и уже более продвинутые люди. Совершенно большой очень разброс. Очень большой разброс. Методика работает, техника работает. Техника, базовые основы техники вокального мастерства работают. И вообще техника мешает ровно до того момента, пока она не становится моторикой. Вот моя задача, чтобы это стало моторикой. Неважно, есть ли у вас музыкальное образование и сколько вам лет, следуя советам автора, опытного, практикующего педагога, вы гарантированно, совершенно точно сможете улучшить свои певческие навыки. Курс стоит 15 тысяч рублей на сегодняшний момент. В какой-то момент я немножечко понизила цену. Просто хотела сделать такой комплимент всем тем, кто уже занимается. Сейчас курс стоит 15 тысяч рублей. И да, я решила подарить общинам, неважно, московским, не московским, еврейским. Человек, который хочет заниматься, он может получить этот курс бесплатно. Для этого ему нужно написать мне на почту, представиться. Ответным письмом я пришлю инструкцию, как подключиться бесплатно. Пение, как известно, улучшает речевые навыки, а музыка развивает мозг. Дыхание помогает побороть стеснение и страх. Занятия вокалом будут полезны для тех, кто работает с аудиторией, проводит презентации или организует мероприятия. Следом я буду запускать курс караоке, я буду запускать курс премиум для профессионалов, для людей в караоке, для тех, кто просто любит петь, и, например, не может никак попасть в ноты, не знает, как распределить слуховую, звуковую нагрузку в мониторном поле, на сцене. А для профессионалов это уже для людей, которые для себя выбрали эту профессию. И тут уже более детальный разбор. Для меня это миссия. Я считаю, что необходимо поддерживать именно высокий уровень и стандарт вокального искусства, вокального мастерства. И что бы кто ни говорил, если кто-то считает, что этому не надо учиться, он очень сильно ошибается, потому что, когда ты встаешь на сцену, и если вдруг такой выпадает шанс, и сразу понимаешь, тиктокер ты, или ты реальный артист. Маша Кац – певица и вокальный продюсер. Первый представитель России на международном телевизионном конкурсе Eurovision в 1994 году. Написала учебник по вокалу для тех, кто любит петь, но не уверен, что у него это отлично получается. А ироничные иллюстрации Андрея Макаревича помогут лучше запомнить самое важное. Книга может стать отличным дополнением для видеоуроков, начинающим заниматься вокалом и профессиональным певцам, желающим усовершенствовать свое мастерство. Еще больше новостей смотрите в нашей итоговой программе «Два кадра», как всегда, после шабата. Мы обещали, мы выполняем интервью со звездой вашему вниманию. И звезда – это яркая со всех сторон. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Ладно, давай теперь по делу. Хотя я ничего плохого в этом не вижу. И последнее. 19 декабря в Москве в Фудмоле-депо состоится масштабный праздник «День Израиля». Гости мероприятия познакомятся с культурой и историей страны, попробуют традиционные блюда хумус и фалафель и научатся их готовить. Для детей будут организованы творческие мастер-классы. Организаторы праздника – посольство государства Израиль, Министерство туризма Израиля и культурный центр «Натив» ждут вас в воскресенье в 13.00. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи.